Привет, дорогие друзья и все мои подписчики! Я столько времени молчала, мне просто стало неудобно, потому что мне звонят и спрашивают, не, ну давайте дальше видео, продолжайте. Поэтому я хочу продолжить, рассказать вам. Многие считают ее незначительной темой, на самом деле она очень много значит. Я бы хотела вам рассказать о режиме труда и отдыха водителей или траковнеров. Дело в том, что любой человек, кем бы он ни работал, у него есть, как бы сказать, внутренний график. То есть, другими словами, называется режим труда и отдыха. Это тема для диспетчеров, но я думаю, она будет интересна всем. Мы, водителям и траковнерам, все, кто работает в этой профессии. Все мы, в принципе, делаем одно общее дело. Разные есть овнеры. Есть те, которые уже заработали себе. Допустим, у них уже есть и квартиры, или дом. И, в принципе, все, что надо есть для жизни, просто подрабатывают для поддержания этого состояния. Некоторые есть, которые понимают, что всех денег не заработать. Некоторые есть, которые только стремятся к тому, что у них еще на выплате, моргидж. Эти хотят заработать как можно больше. В то же время хотят дома. У всех разные предпочтения. То есть, ну вот мы, диспетчера, должны подстраиваться под стиль жизни. Поэтому, подстраиваясь под запросы, мы должны помнить об одном таком моменте, так называемый режим труда и отдыха. Что это значит? Вот, допустим, вот у вас водитель, который дает вам такие установки, что он хочет быть, допустим, каждую неделю дома. Или некоторые говорят, я хочу быть в пятницу дома, в понедельник выезжать. Вот, и некоторые говорят, я могу жить в траке месяцами и годами, и у меня нет дома. И он свободен, он хочет зарабатывать. Вот, давайте поговорим о тех, кто хочет просто зарабатывать деньги. И может ехать хоть куда. На самом деле, дело в том, что человек так устроен, что у него, в общем-то, есть где-то дом. И это не трак, а то место, куда приходят, например, билы, которые он должен оплачивать. И в какое-то время он всегда должен возвращаться. Это место как раз называется, вместо его дислокации, то есть дом. Вы должны обязательно возвращать его в это место. Во-первых, начнем с того, что человек выезжает с этого места на работу и держать на линии водителя месяцами недопустимо. Самое большое, что вы можете предложить водителю, то это ездить как максимум 3 недели в месяц, потому что это уже будет много. Уже просто любой человек, или даже, пусть даже будет лошадь ломовая, она устанет за это время. Человека нужно привезти все-таки домой. То есть, какой план работы должен быть у диспетчера? Если вы выводите водителя с дома, допустим, человек живет в Иллинойсе, и вот он поехал в штат Вашингтон, потом в Калифорнию, Аризону, вот такой круг сделаете и возвращаете водителя домой. Водитель должен приехать домой, лечь, отдохнуть с газетой, посмотреть телевизор. Ничто не заменит этого чувства. Иногда бывает так, что заработав вместе с водителем большую сумму денег, вы вдруг слышите, он говорит, что, знаешь, что-то не то, что-то мне не нравится, а человек просто устал. Просто вы не позаботились о правиле режима труда и отдыха. Не забывайте об этом. И тогда водитель будет здоров, долго будет работать, будет веселый, что облегчает жизнь и диспетчерам, и трак-овнерам. Нравится работать с диспетчером, который понимает, что делает, а диспетчеру также нравится работать с водителем, который также понимает диспетчера. В общем, всего вам хорошего, удач и благ. И я думаю, сейчас мы возобновим работу моего канала, будем разговаривать еще о многих-многих. Желаю вам всего хорошего, успехов на дороге. Пока!